Привет, друзья! Вы на канале Прошу к Столу. Сегодня поделюсь с вами еще одним очень простым и вкусным рецептом. Готовить будем икру, или еще можно назвать ее аджикой свеклы. Рецепт, как всегда, под видео. Свеклу нарезаю произвольно и прокручиваю на мясорубке через самую крупную решетку. Сладкий перец очищаю от семян и тоже в мясорубку. И кусочек перчика маленькой фроськи. Лук нарезаю полукольцами. Фрося продолжает попрошайничать, но лук не хочет. Чеснок измельчаю ножом, но можно пропустить и через пресс. Мелко нарезаю петрушку. Можно добавить укроп и кинзу. Острый перец нарезаю мелко. Если любите поострее, можете добавить еще перчинку по своему вкусу. Томаты нарезаю небольшими кусочками и пропускаю через мясорубку. В кастрюлю наливаю растительное масло и обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю томаты и свеклу. Все хорошо перемешиваю и буду тушить на среднем огне под закрытой крышкой 7 минут. Теперь добавляю сладкий перец, соль, сахар, черный молотый перец. И буду тушить 5 минут без крышки, чтобы испарялась лишняя влага. А теперь добавляю пряности, чеснок, кориандр, острый перец. Все хорошо перемешиваю и добавляю петрушку. И оставляю еще на плите на 2 минуты, не больше. Банки стерилизовала в духовке заранее, при температуре 150 градусов 5 минут. Теперь крышки заливаю кипятком на пару минут. К свекольной икре добавляю уксус. Все хорошо перемешиваю и перекладываю икру в баночки. Друзья, чтобы не пропустить новых рецептов, подписывайтесь на наш канал. И оставляйте ваши комментарии. Баночки наполняю икрой до самого верха и закрываю горячими крышками. Переворачиваю банки, накрываю пледом и оставляю до полного остывания примерно на сутки. Друзья, икра получилась острая и пряная. Замечательно подходит и к мясу, и к рыбе. А можно просто намазать на хлеб и положить кусочек сала. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова